Там была у меня ограда большая, она где-то метров шесть от дома была. И стена там была рубленная. И оттуда, вот с той стены, видите, там ничего не осталось. Совсем пустота. Всё там сгорело. Владимир Виноградов показывает место, с которого начался пожар. В начале октября его единственное жильё, расположенное у Андроновских прудов, вблизи микрорайона Нагорной, сгорело вместе с мебелью, техникой и вещами. Пришлось срочно искать крышу над головой. Временный дом нашёлся в его собственной мастерской через дорогу. Это автомобильный Камазовский вагон, армейский. Применялся как передвижной штаб. Ну, типа склада было здесь, всякая ерунда. Я быстренько вычистил, давай чистить, убирать. И потом вот благоустраивать начал его. Первое я сделал вот эту комнату, где спать можно было, потому что я неделю спал в машине. Жизнь в кузове-контейнере длится уже 4 месяца. Все вещи, которые здесь есть, — помощь друзей и родственников. Администрация Равина предложила Погорельцу временное жильё, да и родственники позвали к себе на постой. Но Владимир переезжать на отрезок отказался. Боится. Ведь, по его словам, предварительной причиной пожара огнеборцы назвали «поджог». В надворных постройках якобы были обнаружены фрагменты легковоспламеняющейся жидкости. Пенсионер опасается, что пожар может повториться. И восстанавливать будет просто нечего. Чьих это рук дело, мужчина гадать не берётся, а вот у местных жителей версии есть. Кто его поджёг? Те соседи? Я думаю, что только так. Земля здесь — кусочек весьма лакомый. И по словам местных жителей, то одни люди, то другие убедительно просили Владимира Леонидовича продать участок, а он ни в какую. Сам пенсионер никого не подозревает. Сейчас для него главное — восстановить дом. Говорит, хорошо, что строение было застраховано, только вот загвоздка. Документов проверки ни МЧС, ни полиции на руках у него до сих пор нет. А без них выплат не добиться. Может, не всегда я дома, да, соседи никогда не виделись за 4 месяца ни одного не следователя, ни оперативника никакого, чтобы предпринимались какие-то действия к этому, к установлению причин пожара. Владимир начал наводить справки, получил письменный ответ. Экспертиза назначена, но придётся ещё подождать до полугода. Мы, в свою очередь, также связались с полицией и получили совершенно иную информацию, что по итогам проверки МЧС факт поджога не подтвердился и было принято решение отказать в возбуждении уголовного дела. Сейчас все материалы, как положено, находятся на проверке в прокуратуре. За необходимыми документами пенсионеру порекомендовали обратиться в районный отдел полиции. Владимир впервые за долгое время приободрился. Поджога-то или нет, ему уже не важно. Мужчина говорит, через полгода у него юбилей и 70 лет. И, наконец, появилась надежда отметить праздник не на пепелище, а в новом доме, который он на всякий случай будет строить из максимально огнеупорного материала. Евгений Гуляев, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.